Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, Досточнимые Отцы, Уважаемые Коллеги, Уважаемые Депутаты Государственной Думы, по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, позвольте открыть ставшую уже традиционной выставку в стенах Государственной Думы в момент проведения здесь рождественских встреч. Как Вы знаете, буквально через, меньше чем через час, в стенах Государственной Думы будет Святейший Патриарх Кирилл, будет пленарное заседание наших рождественских чтений, и вот в рамках этих мероприятий традиционно уже, как я сказал, мы проводим эту выставку. Нам кажется очень важным еще раз подчеркнуть, что никакое развитие нашей великой страны невозможно без опоры на нашу историю, без того, чтобы учесть и творчески переработать опыт предыдущих поколений, наших отцов, дедов, прадедов. Только опираясь на нашу историю, Россия может совершить тот самый рывок, прорыв в будущее, которого от нас сегодня ждут молодые люди. Люди, которым предстоит определиться со своей карьерой, со своей жизнью, с любовью, со своим будущим. Собственно, именно от молодых людей зависит то, какой будет наша страна через 10 и через 20 лет. Именно поэтому тема наших рождественских встреч сформулирована как молодежь, свобода и ответственность. Одно без другого не бывает. В условиях внешних рисков, в условиях нападок на Россию особенно важно подчеркнуть нашу уникальную цивилизацию, единство всех православных народов. И поэтому один из основных разделов посвящен уникальному событию, 70-летие, которое мы празднуем сегодня. Это событие Вселенский собор 1948 года, который подемонстрировал величие и мощь русской православной церкви и Москвы как центра мировой политики, с одной стороны взрослой центра мирового православия. Для меня очень радостно то, что вновь в стенах Государственной Думы проходят очередные парламентские рождественские встречи. И уже по традиции они начинаются с культурного мероприятия. Мы открываем очередную выставку в стенах Государственной Думы. Нынче, собственно, это две выставки. Это выставка «Место России в мировой цивилизации. Красота Божьего мира». И совершенно замечательно на то, что эти два названия соединяет «Союз И». Потому что место России в мировой цивилизации определяется той красотой Божьего мира, которая Россия являет для мирового сообщества. Россию можно и нужно узнавать по ее культуре, по ее красоте, по ее духовному богатству. Только так можно понять, что такое Россия и как с Россией можно разговаривать и как с ней выстраивать диалог. Сегодня особое явление. В третий раз святейший пребывает у нас в Думу для того, чтобы провести рождественские чтения. Здесь он несколько лет назад. И если вместо грома ушек будет колокольный звон, это всем лучше. В пятый раз Дума выступает стартовой площадкой для культурных проектов, связанных с историей России. И каждый раз история России представляется в новом ракурсе. В данном случае мы представили помимо замечательных шедевров и фон, мы представили также и рисунки детей с синдромом Дауна, которые поражают глубиной своей духовности и веры. И все это говорит о том, что мы сильная страна, и что искусство для нас важная часть существования. И что искусство открывает нам двери, и двери в то же время политические. Если пушки молчат, говорят музы. И мы представляем нашу экспозицию через две недели в Нью-Йорке, а еще через две недели в Нью-Йорке. Мы призываем содействовать искусству как языку, понятному любому народу мира, как языку вне политики. И именно искусство помогает нам формировать правильный медийный образ России. Один из главных вкладов России в мировую культуру – русская православная икона. Антикварный салон Аранта представил на экспозиции русские иконы 17-20 веков в державной тематике. С образом Богоматери Иисуса Христа православных святых наши предки сражались на Куликовом поле против польской интервенции в войне 1812 года с Наполеоном. Антикварный салон Аранта открыл двери в 2013 году в историческом и живописном месте неподалеку от Кутузовского проспекта, рядом с музеем панорамы «Бородинская битва». История каждой иконы – часть истории страны. Основой нашей выставочной концепции является, конечно, двуглавый орел, герб, державность. Это оригинальный рисунок, это современная работа 2000-х годов, мастер, написавший Камай Владислав. Выполнена она, это тушь, акварель, золочение. То есть автор хотел показать какую-то такую преемственность веков, потому что сам этот герб на Александра II с некоторыми дополнениями современными. Потому что на каждый период правления был свой герб. Мастерская «Палехский иконостас» прошла путь от гаража собственного дома из шести художников в 1996 году до трех современных производственных цехов и 150 сотрудников – иконописцев, архитекторов, резчиков, позолотчиков и столяров. Традиция русской иконы не утеряна. Сегодня палехские умельцы формируют литургическое пространство в разных уголках России. На нашем стенде представлена экспозиция мастерской «Палехский иконостас». Наша мастерская была создана двумя палехскими художниками – Анатолием Влеськой и Федоровым Юрием 10 августа 1996 года. В этом году нам исполняется 23 года. За это время было выполнено множество иконостасов – более 200. Написано множество икон и выполнены росписи храмов. На сегодняшний день мы занимаемся комплексным благоукрашением храмов от идеи до воплощения в целом. Это и иконостас, росписи стен, иконы, ювелирная алтарная утварь, полы, росписи стен, облачение священников и убранство храма в целом. Куратор выставки «Россия в мировой цивилизации. Уроки истории. Эксперт по культурным ценностям Министерства культуры России» Марьяна Гнездилова очень тонко сверстала этот проект из артефактов как старинных, так и современных. Тем самым подчеркнув тему преемственности в русской культуре. На сегодняшний день нам удалось сделать проект, посвященный России и определению места в мировой цивилизации. Как известно, Россия стоит на стыке двух культур, восток и европейская часть, и в ней все очень переплетается, очень довольно-таки своеобразно. И найти это своеобразие мы пытались, приглашая на выставку совершенно разные проекты, совершенно разные. Здесь вы увидите и рисунки детей «Красота Божьего мира». Здесь вы увидите рисунки детей-даунов, которые проникнуты такой глубокой эмоциональной силой, что перед ними даже стоять как-то сложно, потому что ты чувствуешь, насколько это гениально. Я, честно говоря, может быть, крамольные мысли говорю, но это не уступает русскому авангарду. Пусть это даже в словах, в уст искусствоведа прозвучит очень специфично, но я так чувствую. И поэтому мы еще с фондом Пушкина и с Яной Казари, сами как сподвижницы, по собственной инициативе решили снять фильм, посвященный возрождению традиции благотворительности, отразить в этом фильме истоки, с чего все начиналось и к чему все пришло. К счастью, в России действительно сегодняшний день есть позитивные сдвиги, и, как уже говорилось, в 90-е годы действительно было много сложностей, но сейчас Россия расправляет крылья, и мы уже видим, как она обрастает новой архитектурой. И отрадно видеть, что эта архитектура православная, православная и мусульманская, и, в общем-то, храмов в России становится все больше и больше с каждым годом. И это все происходит, естественно, не на государственные деньги, как это было и в 19-м, в 18-м году, а на деньги частных инвесторов, в которых просто душа настолько уже приполнена благодарностью к Богу, которую они хотели воплотить в этих новых творениях, как благодарность за то, что нам дарована эта жизнь, за то, что мы можем что-то изменить и сделать доброго другим людям. И этому был посвящен наш фильм, и мы очень бы хотели, чтобы о этих людях знали, что они есть, и что мы сами можем сделать что-то немного, немного чего-то хорошего рядом стоящим, может быть, или далеко живущим, но каким-то образом мы можем откликнуться на чью-то просьбу. И пусть этот маленький жест принесет кому-то радость, поможет кому-то и станет для кого-то возможностью выжить, возможностью поверить в Бога, возможностью узнать больше о мире, об искусстве, которое открывает нам глаза и делает нас более тонкими, более чувствующими. И поэтому у нас вот такая деятельность, которая переплетается, и любовь к искусству, и желание показать людям, как прекрасен этот мир и как много в нем хороших людей. Сохранением и развитием уникальной русской усадебной культуры активно занимается правнук Савы Мамонтова, архитектор Николай Чернышов. Один из патронируемых объектов развалины бывшие усадьбы Тамбовской ветви древнего дворянского рода Ваяковых Ольшанка. Как спасти Ольшанку? Задается вопросом экспозиция об усадьбе, владельцы которой были частью великой истории России. Как сохранить Ольшанку? Это вопрос, как сохранить вообще все усадебное наследие, как возродить ту чудесную традицию, которая сложилась за много веков, а в 19-20-м получила новый толчок, новое развитие, и появились такие усадьбы, как Абрамцево, как усадьба художника Поленова. Усадьбы, направленные вовне, на благотворительность, на меценатство, на развитие всего общества вокруг. В Поленове был театр, в Абрамцеве были мастерские, были школы. Первое, что подарил Сав Иванович Мамонтов своей супруге Елизавете Григорьевне, в Абрамцеве была лечебница для крестьян, и она сохранилась до сих пор. И вот эти очаги культуры Абрамцево, Поленово, многочисленные усадьбы, и в том числе Ольшанка, это образ той России, которая жила не для себя, людей, которые жили не для себя, которые жили для окружающих. Не для себя построен в Ольшанке огромный храм воскресения Христова. Храм удивительной совершенно архитектуры, потому что его строили удивительные люди, и архитекторы, и художники, работы которых здесь представлены. И самое главное, вдохновитель, заказчик была Вера Николаевна Ваейкова, урожденная Львова, дочь архитектора Львова, воспитанница поэта Державина. Какое чудесное сочетание, вы представляете себе? И поэтому получился и храм паладьянской архитектуры, совершенно не характерный для русской глубинки и для этого времени. Имя Савва Мамонтов тождественно понятию российскими ценой. Кто-то знает Абрамцевское Содружество Художников, кто-то русскую частную оперу, где блистал Федор Шаляпин, кто-то культурный поселок для крестьян и их детей. Обо всех апостасях художника и предпринимателя в одном лице рассказывает специальная экспозиция музея-заповедника Абрамцева «Мы в долгу у народа». На этой выставке мы хотели прежде всего показать благотворительную деятельность Савва Ивановича Мамонтова, его друга Федора Васильевича Чижова, потому что Мамонтовы на протяжении всей своей жизни они очень много внимания уделяли благотворительности. Как только было приобретено Абрамцева, жена Мамонтова Елизаветы Григорьевна, строить там школу, строить лечебницу, строить столярные мастерские, в которых обучались крестьянские мальчики. Причем она заботилась о том, чтобы они получали не только свою специальность, но и были грамотными людьми, чтобы они знали искусство. Она старалась украшать стены этой мастерской картинами, репродукциями с картин художников. Марина Цветаева говорила, «Успех – значит успеть». И очень важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от особенностей его здоровья и образовательных потребностей, успел социализироваться и почувствовался полноценным членом общества. Мы в нашей школе, Центр коррекции и развития 21-24, видим свою главную задачу – социализировать детей, а средства, педагогические средства, коррекционные средства уже выбирают наши замечательные педагоги. Вот здесь на выставке представлены работы нашего педагога Моисенко Татьяны Сергеевны и ребят с очень сложной структурой дефекта, с множественными тяжелыми нарушениями в развитии, которые выполнены из валеной шерсти методом конвейера. То есть ребенок, имея одну даже ресурсную часть, он участвует в выполнении трудовой функции. И вот они создали вот такие, на мой взгляд, шедевры, которые, я считаю, вполне достойно занимают место на этой замечательной выставке. Организаторы выставки категорически не согласны с Едетом Киплинком. Восток и Запад сошлись. И сошлись они в России. Поэтому в мировой цивилизации Россия занимает особое место. Восток и Запад сошлись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова